Лаборадоры-поводыри, полноценные участники форума. Собак добрее, чем эти, стоит еще поискать. По словам Руслана Алиева, они четко разделяют работу и время, когда могут побыть обычными домашними собаками. В меру веселыми, позитивными, фактически членами семьи. Молодой человек с Ляной приехали из Армавира. По совету друзей, вместе с единомышленниками из других городов, он будет проводить специальный мастер-класс, а также намерен бороться за права всех четвероногих друзей-слабовидящих. У нас с собаками-проводниками возникают некоторые сложности по проходу в поликлиники, в транспорт, в магазины и рестораны. И мы несем эту идею, чтобы у нас был доступ на законном уровне. То есть есть закон, и чтобы этот закон соблюдался в нашей Российской Федерации. Я два дня первый раз во Всеванной. Очень позитивный город. Мне нравятся здесь дорожки аккуратные, здесь тротуары аккуратные, пандусы есть, очень удобно, потому что в спускаться приятно. Делать город более доступным помогают гражданские активисты. Есть среди них те, кто перемещается на колясках, слабовидящие. Они собирают информацию о различных препятствиях и сообщают о них на муниципальном уровне, где специалисты ищут варианты решения. Из каких-либо проблем он добрался до городского театра, зашел к нему, если бы я захотел подняться на второй этаж, я поднялся на второй этаж. Я посещаю театры, торговые центры, магазины и совершенно никаким образом не ощущаю себя в своих движениях ограниченным. Почему? Потому что еще есть люди. Люди с открытым, люди с добрым сердцем. Когда есть большая партия, у них лестница, они просто подходят и помогают. И считаю, что в этом есть своя доступная среда. Доступная среда в их сердцах, в их понимании. Понимая, что делаем немного больше для таких людей с безграничными возможностями. Мы облагораживаем сами себя. Облагораживаем наше пространство, которое находится рядом с нами. Если в первом форуме принимали участие 130 человек, то в третьем уже 170. В зале представители со всего Краснодарского края. Хотела бы передать вам слова благодарности и искренней признательности от главы нашего города, Юрия Федоровича Балякова, которому только занятость не позволила здесь находиться лично. И с утра он мне дал такие напутственные слова, Катерина Петровна, «Передай всю теплоту нашего города, города города Анапа, каждому, кто приехал сюда». Главная задача форума – не только информировать молодых людей об их возможностях, но и давать ход различным инициативам. Работа службы охраны, видеонаблюдение. Человек-колясочник может наблюдать за системами, за камерами, смотреть в монитор и быть намного сосредоточеннее, чем обычный человек, ввиду его особенностей, потому что он очень ответственно подойдет к этому моменту. Таких примеров можно привести очень много. Если есть идея, то ее нужно попробовать реализовать самостоятельно, заключив социальный контракт. То 90 тысяч рублей сегодня можно получить, обратившись в управление социальной защиты. Там проверят жизнеспособность идеи, помогут составить бизнес-план. На форуме привели конкретные примеры. То, что мероприятие проходит уже в третий раз, говорит о востребованности площадки. Организаторы выражают надежду, что в следующем году участников будет еще больше. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.